Добрый вечер! Это «Простые вопросы». Мы продолжаем встречаться с участниками фестиваля кино и театра «Амурская осень». Офицерская стать, аристократическая внешность и безграничная интеллигентность. Его роли в кино можно перечислять бесконечно. «Жизнь Клима Самгина», «Остановка по требованию», «Мороссейка-12» и много-много других картин. Итак, сегодня у нас в гостях киноактер Андрей Руденский. Здравствуйте! Вы попросили сказать как раз, что вы киноактер. То есть я знаю, что есть и роли в театре. Они были, но начинал я с кино. Моя первая брачная ночь – это кино. Потом был театр. В 12 лет я был в театре Московский Новый драматический театр. Моё присутствие в театре было связано с именем одного из самых, наверное, грандиозных имён в театре и московском, и российском – Борис Александрович Львов-Анохин. Вот. Когда его не стало на этой земле, то и меня не стало в этом театре. И никаких нет перспектив в вашем понимании? По поводу труппы, наверное, я буду очень долго думать, потому что я не человек, видимо, труппы театральные, потому что репертуарный театр, мне кажется, уже несколько такой вчерашний день. Поэтому, так как я начинал с кино, мне нравится кино, конечно, безусловно, больше. Ну, и сейчас очень много актёров и не актёров пробуют себя в антрепризах. – Да, мне предлагали, но как-то, видимо, вот эти все составные части антреприза не сложились у меня внутри, в моём сознании, чтобы я сказал категорическое «да». – А что мешает? – Мешает, наверное, опять же, какое-то выпадение из этого списка какой-то основной части, потому что мне нужно обязательно, чтобы был хороший материал, хорошие партнёры, хороший режиссёр, хорошая драматургия, понятно, хороший материал, ну и так далее, и так далее. – Это у вас сейчас трудно найти? Я говорю именно о качестве. – Я не такой большой, как бы, или сказать, постоянный зритель антрепризных спектаклей, мне кажется, всё-таки они иногда хромают качеством, да. – Я знаю, что вы снимались с зарубежными актёрами и принимали предложения из Голливуда даже, да? – А, принимал. Мне показалось, что у меня было предложение из Голливуда, но я почему-то… Нет, была такая, была газета «Советская культура», которая потом стала называться «Культурой», и там на передовице был мой огромный портрет и всячески ласковые, нежные, хорошие слова обо мне, что я такой замечательный актёр. Но, к сожалению, Андрею Боруденскому нужно было быть немножко, как сказать, как же это было написано, поподвижнее, что ли, в своём выборе, потому что он отказался сниматься с Ричардом Гиром в Голливуде, потому что Ричард Гир должен был играть главную роль, а Андрею Боруденскому – второстепенную. И только из-за этого я отказался сниматься в Голливуде. И когда через несколько лет в Москве была случайно такая встреча, даже не случайно, а с Ричардом Гиром, некий был круглый стол, я ему рассказал ту историю, когда встреча заканчивается, он ко мне подошёл и сказал, Андрей, ну в следующий раз не отказывайся со мной сниматься. Поэтому это всё… Мы меньше знаем, что о нас говорят. – Да, а в интернете вообще часто пишут неправду? – Да. – Последняя неправда про вас? – Последняя неправда про меня. Это у меня осенью, там была некая травма головы. – Я читала. – Я просто подскользнулся и упал на самом деле. Но московские журналисты постарались. Там чего только не было. И бандиты, и ещё чего-то, и кухонная какая-то пьяная разборка. Очень похоже на меня, что я после рюмки водки начинаю махать кулаками. – В 1999 году вышла остановка по требованию, в которой вы сыграли бизнесмена Сергея Кленина. И вы в то время, в те годы сломали стереотип как раз бизнесмена, который должен непременно был ходить в каком-то малиновом пиджаке, наверное. Вы были очень эрастекратичны. Это чья была идея создать такой образ? – Ну, идей создания образа, создания образа, видимо, не было. Или я просто кое-что, может быть, запамятовал. Скорее всего, то же время было ушло этих малиновых и красных пиджаков и дешёвых вот этих больших ярких попугаистых галстуков. Уже начала Россия на другой переходить, на другой образ. Вот этот бизнес, бизнес России, бизнес мир России. – Ну, всё-таки некоторые актёры чураются вот этих ролей. А вы чем руководствовались? – Мне кажется, когда некоторые актёры чураются этих ролей, это лукавство. Кокетством можно назвать и мужским, и женским. Мужчинам тоже кокетство свойственно. Потому что наша профессия – это наша профессия, мы актёры. Лучше работать в сериале и делать честно свою роль, чем сидеть абсолютно без работы, без денег и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Да, вот эти перспективы без денег же, они как-то всегда печальнее всем известны у любой профессии. Поэтому, если у тебя, предлагая тебе роль и в сериале, и есть тебе что играть как актёра, ты её чувствуешь, ты сыграешь, ты не имеешь права отказываться. Голос в рекламе, голос за кадром, закадровый текст в документальном фильме, а ещё что-то. Это твоя профессия. Ты сегодня торгуешь своим талантом, завтра ты торгуешь своим лицом для рекламы, послезавтра ты своим голосом. Мы продаём себя, это нормально, это честное отношение к самому себе. Я считаю, что это абсолютное лукавство. Я для себя всегда представляла, вот вы такой одинокий, один, вот возле вас никого нет, но для меня было открытием, что у вас, простите, было три жены. Я опять же не отношусь к большинству нашего собрата или со-сестры, который сразу же на все, не только на обложки, на светские хроники или во всякие всевозможные журналы разного уровня сразу помещает себе вот эти свои счастливые семейные, несемейные, уличные, отдыхательные, курортные фотографии. Я считаю, чем больше твоя жизнь будет твоей жизнью, тем она больше сохранена на самом деле. Но тем не менее, вы называете Жюлье Дминош, да, вот есть такая актриса. Она есть, слава богу, да, её не может не быть ещё прежде. Каким-то идолом, то есть инфернальной женщиной, что это такое? Нет, не идол, она для меня, ну знаете, когда чувствуешь, что ты человека знаешь, я её чувствую. Может быть, там, я верю в прошлые жизни, в реинкарнацию, может быть, мы когда-то с кем-то с ней были, очень рядом существовали. Она на меня производит не впечатление, а я её чувствую. Я её чувствую в голосе, я чувствую, как она играет, я чувствую, когда она в интервью говорит. Она любит, там, параллельные миры ангелов, я это тоже всё люблю, всю эту тему. И она мне очень невероятно близка с первого момента, с первого кадра, когда я её видел много-много лет тому назад в невыразимой лёгкости бытия. Хотели бы вы рядом видеть с собой такую женщину? Я бы хотел её видеть рядом, и на съёмочной площадке тоже. А как рядом по жизни, это уже не, знаете, браки заключаются. Я недавно это понял, действительно, на небесах. Просто так люди не встречаются. Как вы это поняли, можете рассказать? Ничего, я же думающий человек. Я вот думал, 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 думал. Спасибо, что вы пришли к нам. Я вижу, что у вас много работы за 2012 год. Есть, ваша фильмография пополнилась ещё тремя фильмами. Вот, и, может быть, есть что-то интересное, а над чем вы сейчас работаете? Самое интересное, видимо, это работа всегда над самим собой. Есть профессиональная работа, да, она может быть с паузами. Они вспомнили о нас, захотели нас или не вспомнили, не захотели, не пригласили. Но всегда есть работа над самим собой, потому что действительно самое интересное. Она не всегда лёгкая бывает. И работать над собой, там, менять себя, это можно до 100 лет. Поэтому, то, что 2012 год, я считаю, что роль, которую я долго ждал, на три года, лежала по каким-то соображениям на Первом канале без эфира. Дом образцового содержания, но я, наверное, не побоюсь этого слова. Я люблю эту роль. Архитектор Мирский, она большая, интересная, с 25 до 80 или 75 лет этому герою. А я невероятно люблю играть в возрастные изменения. Но я начинал ещё в Климе Сангенену, мне казалось, да, там я был 25-летний парень, непрофессиональный, что 40-летний мужчина уже должен ходить волоча ноги и сутулясь, и немножко так, уже такой. 40 лет мне сейчас гораздо больше, я не шаркаю ногами. А в 75 лет герой, но ещё особенно после сталинских гулагов, да, после концлагерей, гораздо интереснее играть. К нам приезжал Пьер Ришар, представлял свою картину «Если бы мы все жили вместе», вы, не знаю, смотрели или нет. Нет. И Пьер Ришар, в общем, сказал, что он чувствует себя 15-летним. Это было вчера заметно, на самом деле, когда мы увидели. Да, вот для вас интересно, как вы чувствуете свой возраст? Никак. Я чувствую это только по дате в паспорте моего рождения. Моего возраста я не чувствую. И никогда не чувствую. У меня не было кризиса среднего возраста, как многие мучаются в 40 лет. У них начинается депрессия, что жизнь заканчивается, впереди ничего нет. Я знаю, что у меня и сегодня есть, и завтра, и послезавтра всё будет. Дай Бог. Я думаю, он согласен. Это были «Простые вопросы» для Андрея Руденского. Спасибо, что нас смотрели. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!